Вы даете добровольное согласие на его публикацию? Да. Вы даете добровольное согласие на его публикацию? Да. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста, полностью. Командир разведывательного взвода, разведывательной роты 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии, лейтенант Саввадослав Алексеевич. Число, месяц, год рождения? 26 сентября 1997-го. Где вы родились? В Кабарино-Балкарской республике, поселок Малакановский Прокладницкого района. Где вы фактически проживали? Город Санкт-Петербург, улица Лахтинская, 9, квартира 4. Вы проживали с мамой и папой? Да. Брат-сестра есть? Младший брат. Младший брат. Значит, я так понимаю, вы не женат еще? Нет. Не женат. Теперь давайте последовательно. Как вы попали в Украину? Как вас сюда отрежали? Да? Как это все происходило? 12 февраля загрузились в эшелон, погрузили технику и отправились в Белгород на учение. Прибыли в Белгород. Откуда? Правильно. С города Нарофоминска. С части. Еще раз номер части. 91701. Так. Прибыли в Белгородскую область. Дальше выгрузили технику и переправились. Места не помню. Первой дислокации. Поле. Кругой лес. Там пробыли около четырех дней. Свернули лагерь. Переправились до деревни Акулиновка. Там разбили лагерь. Простояли также четыре или пять дней. Далее неоднократно показывали видео о том, что украинские диверсионные группы переходят границу России. Показали несколько уничтоженных БМП. Горящих. Это уже какого числа? Это числа 20-го. 20-го февраля вам показывали фильмы о том, что Украина... Не фильм, а видео там буквально три минуты. Украина... Диверсионные группы. Ну, история была такая, что диверсионные группы пересекли границу. А Россия в составе нескольких БМП двух показали, как эти БМП горят. Сказали, что пограничные войска уничтожили их. И 23-го числа вечером собрали документы и телефоны. Стоп. Давайте остановимся на секундочку и попробуем проанализировать логичность действий, украинской армии на вот этих самых БМП. То есть, получается, по логике, мы решили отправить парочку своих БМП, для того, чтобы их расстреляли и все. Правильно? Ну, как нам сказали, что это диверсионные разведывательные группы, и они прощупывают местность. При этом мы знаем, что 140-тысячная ваша армия стоит вдоль нашей границы. Мы отправляем, но в бой две наши, два наших экипажа. БМП, чтобы что-то прощупать. Но этим вопросом я не задавался. Я понял. Нет, нет, я понимаю, что они задавались, может быть, я просто пытаюсь про логику. И зачем, с какой целью мы пересекали границу... Чего, Беларуси, да? Нет, Россию. Россию. С какой целью мы пересекали? Ну, это мы тоже не знаем. А подумай, давай офицеры. С учетом того, что есть беспилотные летательные какие-то вещи. Есть беспилотные летательные аппараты, да, есть... Аэросъемка. Есть, в общем-то, аэросъемка, есть скутниковая связь. Ну, так же говорили, что началась война в Донецке и Луганске. Началась, да, в 14-м году. Ну, вот, прямо перед командировкой. То, что опять начинаются боевые действия там... Ну, они там не прекращались. Ну, да. Ну, усиливались. И то, что эти группы отправлены, чтобы разведать перемещение наших войск. Потому что нас вывели туда на учение. А вы знаете, что к этому времени данные уже и западных разведок, и украинских разведок полностью показывали перемещение ваших войск, и для этого не нужно было туда никого отправить? Нет. А, я так понимаю, преподносилось это все под видом того, что Украина собирается вторгнуться на территорию России? Такого разговора не было. Командир полка неоднократно говорил, что это обычное учение. Не, я просто имею в виду вот эти БМП. Они, кроме разведывательной функции, у них что-то еще было? Нет. Ничего не было. Просто направили два БМП, что-то там разведать, их сожгли. Хорошо? Видео показали, что две БМП уничтожены, и неоднократно пограничные войска сталкиваются с такой ситуацией, что диверсионные группы преодолевают территорию, и происходит конфликт, то есть перестрелки. При этом в открытых новостях об этом нет ничего. То есть украинские БМП, фактически украинские войска, вторгаются на территорию России, вам показывают эти ролики довольно, но в открытых источниках об этом ничего не говорят. В открытых источниках не говорят о вторжении Украины на территорию России. Интересная история. Хорошо. Дальше 23 числа у нас собирают телефоны и документы, объясняют это, что мы выезжаем до границы, встаем там лагерем на три дня, выдают с Сухпай воду на три дня. Дальше говорят, что через три дня вы возвращаетесь обратно, собираете свою технику, которая не доехала, часть техники не доехала еще с рампы, с эшелона, потому что техника по большему счету старая, и возвращаетесь к концу месяца в дивизию. И все, такой был расклад. А зачем для этого собирать документы и телефоны? Потому что, как объяснили, что по телефону могут запилинговать сигнал и ракетами нанести удар по месту дислокации нашей. То есть предполагалось, что мы будем сопротивляться? Сказали, что, возможно, будут какие-то... Нет, 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 не так. Они же им еще не довели, что они вторгаются внутрь. Это мы якобы должны были со своей территории нанести по ним ракетные удары. Спровоцировать нас на агрессию. То есть нам, получается, хотелось, чтобы вы вторглись? По словам командования, это так. Вы соизмеряете... Просто Лукашенко тоже об этом говорил, что если бы мы на них не пошли, то они бы пошли на нас. Вы, как офицер, солдатам я этих вопросов не задаю. Но вы, как офицер, понимаете, что у украинской армии банально не было просто сил никаких для вторжения в Россию? Нет. Сил, не численностью, не техникой для вторжения в Россию мы... Ну, это никак невозможно было бы сделать. И более того, это был бы прямой повод для вторжения в Украину. То есть это нансенс. Ну, вы это понимаете или нет? Да. А можно ли предположить, что Россия использовала вот такие вот информационные компании, наоборот, для того, чтобы иметь повод для вторжения в Украине? Думаю, да. Давайте прямо я спрошу, вторглась ли Россия в Украине? Да. То есть это как это называется? Ну, оккупация Украины, российские войска без причины вошли на территорию Украины, объявили войну. Точнее, президент объявил войну. Нет, войну не объявил, да? Вы ролик смотрели, там говорилось это слово чудо. Миротворческая операция. Специальная. Специальная. Операция. Операция, да. Специальная операция, которая заключается в том, чтобы освободить нас, украинцев, от каких-то нацистов. Да. И так, нацисты. Как вы себе их представляли? Кого и от кого вы должны были конкретно освобождать? Ну, про это у нас речи не было. Поэтому я не представлял, что даже граница пересечена. Пересекли мы ее в ночь. Вам не доводили, что вы будете пересекать? Но вот вы сели на свою технику, и вы куда-то поехали. Вы задавались вопросом, куда? Да, нам четко сказали, вы едете до границы. Вы станете своим полком в составе дивизии. Ну так, дивизия состоит не из одного полка, а из нескольких, что мы на определенных промежутках будем стоять и держать, точнее, займем определенную участок местности перед границей. Ну, хорошо. Мы попали будет в Украину. А в ночь 24-го числа, уже утром, когда нас высадили, нам сказали, вы находитесь на территории Украины. Так. Вот, колонна… Зачем вы находитесь на территории Украины? Или это… Опять же, командир полка лично, ну, офицерскому составу моего ранга не доводит ничего. Был начальник разведки, который сказал… Остановились возле города Тростенец, по-моему, так он называется. Сказал, что собираем колонну в этом районе и движемся дальше. На вопрос, куда дальше мы едем, а в следующий город, в какой? В какой узнаете, когда вы доберетесь оттуда? Да. Толком ничего не было сказано. Видел старшее командование, что оно находилось в колонне. Толком ничего никто не мог рассказать. И простояли первый день возле Тростенца, собрали колонну, которая постепенно доезжала. И на следующий день поехали дальше по проселочной дороге, не заезжая в крупные города. Никаких контактов с местными жителями у вас до этого? Нет, не было. Какая колонна была? Колонна в составе дивизии, точное количество сказалось… Некоторая часть еще до границы встала. Некоторые после… Колонна? Да. Личного состава сколько? У меня 6 человек. Нет, в колонне. Ваши встали? А, в колонне тоже, не знаю. Ваши встали? Ну, около 600-700 человек. Понятно. Что было дальше? Дальше, ночь мы стояли возле города Тростенец. В начале колонны были слышны выстрелы. Сказали, что эта диверсионная группа обстреливает нас, всем сидеть в машинах, не улазить. Запустили беспилотник свой и сами же его сбили. Вы запустили и вы же… Ну, в начале колонны, там находилось командование, они запустили беспилотник, квадрокоптер. И буквально через минут 10 его уже сбили. Зачем? Или как? Они думали, что это диверсионная группа… Ну, сначала пошли выстрелы в начале колонны. Нас рассадили в технику по своим машинам. Сказали, ночь ждать в технике. И в тримплекса было видно, что мелькает зеленый огонек в небе в начале колонны и по нему идется огонь. На утро сказали, что это был свой беспилотник и его сбили. Дальше мы поехали по просовочным дорогам. А так он долго пролетал, получается? Минут 10, не больше. Они сбили, они сами запустили? Сами запустили. Как они сами могли не знать, что это их беспилотник? Потому что запустили в начале колонны и пехота начала по нему стрелять. Связи особо не было. Связь не на всех машинах есть. Потому что машины старые. Порядка 50 лет. Ну, вторая армия мира. В общем, ладно, так. Ясно. Дальше ехали практически весь день без остановки. И под конец, к исходу дня, я ехал, обогнал колонну, шел вторым в колонне за танком. На дороге был уже сгоревший танк, он догорал. Машина остановилась буквально в 10 минут. Ну, я не знаю. Скорее всего, наш. Он был полностью разбит. Башня валялась в поле и догорали уже гусеницы. То есть сам каркас, практически его не было. Понятно. Машина остановилась. Моя машина заглохла. Метра 10-15, наверное, от этого горящего танка. Колонна проехала мимо. И последняя БМП, которая двигалась с колонны. На тот момент колонна состояла из 20-25 машин. Это около четырех танков. Три-четыре Урала и остальное БМП. Остальные по дороге отставали. Наломались и оставались там же. То есть выехала 120 и доехала... Ну, не 120, а около 80. Да. Постепенно по дороге каждая машина через километров 5-6 она вставала, вставала, вставала. Ну, мы видели, что они закипают, дымятся. А можно спросить, как думаете, в России люди хорошо живут? Вообще отдельный вопрос. Ну, смотря... Высокий социальный уровень жизни? Ну, я бы не сказал. Ну, обеспечения. Сколько Россия тратит бюджета своего на обеспечения? Ну, довольно много она тратила, но по факту... Как вы думаете, куда пошли эти деньги после ваших рассказов? Это понятно, куда они идут. Ну, точно не нам, не в армии. Хорошо, дальше. Доехало вот этих там 25 машин... Куда вы доехали? Места не знаю, потому что карты у меня не было. У вас у всех говорят, что не было карты? Карта была такой командира полка. А навигации? Нет, навигации тоже не было. Ну, вы же разведчик, у вас должна быть. Ну, как бы разведчик-офицер, да. Он шеф-офицер. Вы себя кем чувствовали в этот момент, просто мне хочется... Я обычный командир завода, который закончил Космическую Академию. Космическую? Да. Космическую Академию закончили? Я на Космическую Академию Мажейского в Санкт-Петербурге. По распределению попал в разведку. Смотрите, обычный или необычный, у вас же есть ответственность за подчиненное? Конечно. Ну, и вот вы идете слепыми котятами, да? Нет, почему? Командирский танк шел впереди, у командира была карта, и он вел колонну. Понятно, да. То есть, ну, вы ориентируетесь на него, окей, да, нормально, да. Дальше машина заглохла, все проехали. Сзади шли одна БМП и два или три Урала, не помню. БМП подъехала сзади, ну, чтобы с толкача завести машину. В итоге прям затолкнуло в горячий танк этот, ну, нагученность, которая горела. Рядом прозвучал взрыв, там, на баллон наехали, на воздушный баллон. Уралы сразу с места стартанули, уехали за колонной дальше. БМП развернулась и тоже в сторону колонны. Я с солдатами остался один. Можно о ваших эмоциях или ощущениях спросить в этот, в общем, вот в этот момент? Я изначально... Заброситесь, картина яркая вам нарисована, да? Я изначально не понял, что это баллон взорвался. Я думаю, там прилетел то ли арт, выстрел, то ли ракета. Страшно было очень. Все, что успели достать, это один спальник, сух парёк и побежали в сторону леса. Я думаю, что коллега мой спрашивал про другое. Просто у вас есть такой лозунг, слоган в российской армии. Это «Своих не бросаем». Как так получилось, что целую... В общем-то и боевых действий никаких не было. Уже все разбежались в разные стороны и никто... Всем плевать на все. Бросили офицера и сколько, семь человек еще? Пять солдат. Пять солдат, офицеры и все на газы разбежались? Бросаем все-таки своих. Ну, получается, что так. Я сразу солдат забрал, перебежали через поле. Сначала мы попытались добежать до колонны, ну, за колонной пойти. Возможно, кто-нибудь бы остановился, но колонна ушла. Мы повернули до лесополосы, перебежали через поле, сели там ждать, в надежде, что кто-то за нами вернется. Никого не было. Солдатам сказал, что мы идем в сторону границы, откуда приехали. Перейдем границу и... Сколько вы шли там ехать? Около трех дней. Что вы глушили? С собой было пару бутылок воды и суп пою. Суп пою сколько было? Пару штук. Хлеб был тоже. И все, что это у нас было, все, что мы с собой взяли с лагеря, это палка колбасы, хлеб и суп пою. Чем закончился ваш поход? Ну, на третий или четвертый день мы вышли к какому... ну, была дорога, небольшой лес и вдалеке виднелась деревья. Мы решили обойти ее, вот, и по дороге ехала машина, седан остановилась, вылез мужчина, вот, пошел в нашу сторону. Мы перебежали через поле, побежали в сторону леса, буквально через минут пять-шесть, прям на середине поля, поле было очень длинное, километра два, наверное. Услышали, что нас начинают стрелять. Добежали до леса, на опушке леса сели, со стороны леса уже нас окружили местные жители. Первый выстрел и сразу все затекло кровью. Это вас попали из... Из ружья. Охотничьего ружья. Дальше что было? Да. Дальше я попытался отползти, насколько это было возможно. Вот. Потом произошел... Охотник с одного выстрела, дробью, короче. Взрыв, недалеко от меня. Я немножко, ну, как бы отключился, не знаю на сколько, но когда уже проснулся, подо мной лужа крови, солдатам говорю, что мы сейчас сдаемся, я стою первый, складываю оружие и вы делаете в точности все, что делаю я. Все, ну, начали нам с леса кричать, что ребята сдавайтесь, все будет нормально, никто стрелять не будет. Я встал, сложил оружие, мне дали команду сделать около десяти шагов назад, с вытянутыми руками отошел, солдаты все то же самое сделали, подбежали местные жители. Со стороны дороги уже порядка пяти-шести машин было, машины начали двигаться в нашу сторону, сержант Соколов был, он говорит, окажите, пожалуйста, помощь первому. Тут же, ну, меня посадили в машину, сначала осмотрели, вызвали скорую, сказали, что скорая будет долго ехать, надо везти в больницу сразу, и отвезли в больницу, там мне перевязали, наложили повязку. А что со стороны бойцами в этот момент происходило? Их отвезли в участок полицейский. По фабильному их можете вспомнить? Да. Это все мои пять солдат, сержант Соколов, механик, водитель Картушов, наводчик Сидиков, и два старших разведчика Безруков и Анцухов. Вы помощь оказали? Да. Как Вы вообще оцениваете действия украинцам, которые Вас повезли в больницу и все такое? Я очень благодарен, что сразу оказали первую помощь, объяснили всю ситуацию, что тут никто не собирается воевать, здесь нет никакого нацизма, здесь был до нашего прихода мир. Вы сейчас не видите на один глаз? Да. Что говорят наши медики? Ну, сказали, что, ну, доктор приходит каждый день, осматривает, сказал, что через пару месяцев картинка проявится, уже есть улучшение, и в скором времени буду видеть. Не сразу, конечно, но все равно наладится. Давай уже договорим просто, и да, и еще вот эти все стандартные вопросы пройдем, и потом позвоним Вашим родственникам. Чувствуете ли Вы вообще за собой? Ну, вообще я хочу сказать, что Вы, прямо скажу, пока лучший просто, потому что правильные действия вывели своих пацанов, никто из них не погиб, все в принципе правильно сделали, то есть фактически спасли своим ребятам жизнь. Поэтому, да, здесь как бы можно ставить пример. Но чувствуете все-таки ли Вы в себе какое-то раскаяние, какую-то вину за то, что происходит или произошло? Ну, так как я являюсь офицером вооруженных сил Российской Федерации, то, что войска делают здесь, то, что здесь происходит, я за это очень сильно себя угнетаю. И мне не то, что стыдно, мне даже больно как бы осознавать, что это творит наша армия. Если бы, допустим, Вы все знали наперед, как бы Вы поступили в момент отправки в Украину? Я бы, напрочь, отказался вообще вступать сюда, даже сесть на машину или отдать своим солдатам приказ в Украину. Я понимаю, но Вам же не доводили, что Вы идете в Украину, а как бы Вы поступили? Если бы мне сказали, что Вы перечете границу, Вы едете туда. Не-не-не, вот Вы знаете, представим гипотетически, Вы знаете наперед, что Вас отправляют в Украину, да? Но в тот момент Вам этого не доводят. Просто опять играют этого дурочка, садитесь, поехали, марш куда-то покажут. Что бы Вы сделали? Сломал бы машину свою, чтобы она не завелась никаким образом. А Вас садят на другую, лучше, что говорят, ну, вон тебе другая машина едет. Я бы напрочь начал отказываться, если бы понимал, что приеду в Украину. Что Вы можете передать вообще людям, которых отправляют в Украину из России? Солдатам, офицерам? Чтобы ни по каким предлогам не велись ни на что. Оно тому не стоит. Это… Я даже не знаю, как сказать это. Приехали сюда реально как нацисты. И то, что здесь творится… А здесь нацистов не нашли? Я так понял. Здесь я даже военных не увидел. Здесь я увидел реально мирных жителей. Ну, Вы не успели увидеть военных на Вашей части. Просто Вам повезло. И еще раз говорю, действия, в принципе, были правильные. Потому что вышли, сразу уже и пошли издались, по сути. Потому что Вас взяли в плен мирные жители, по сути. Если бы там было заслуга. И потому что в самом начале. Сейчас, я после всего, я даже не знаю, как было. Давай набирать тогда русский. Да, я нажму паузу, чтобы… Угу. Как дела? Да, у меня все хорошо. Ничего. Все хорошо? Да. Как у Вас дела? Да. Да, ничего. Нормально. Уже меня. Захарик? Как Захарик? Захарик тоже. Учится. Все хорошо. У папы как? У папы как? Папа, нормально? У тебя как дела? Да, нормально. Мама все хорошо. Дали позвонить. Как у тебя глаз? Вы свои вопросы сначала осудите? Глаз нормально. Врач сказал, что уже через пару месяцев зря не вернется. Все нормально. А врач тебя смотрит? Да, каждый день хирург приходит, осматривает, прокапывает антибиотиком. Там капли мне. Тоже капли дали, чтобы сам прокапывал. Так все хорошо. Все зажило уже. Ты меня не обманываешь? Не, не, не. Правда вам. Видео сможет помочь. А, да. Видео сняли. Уже лучше. Отек спал. Глаз открывается. Видео на канале Ищи Своих. В какое время не знаю. В Телеграме завтра. В Телеграме завтра. Можете найти. Там увидишь, что правда все хорошо. Да, ну а этот кровопотек, где что-то, что-то он мог наденем? Нет, уже, да. Уже все спало. Все хорошо. Вас кормят всегда? Да, кормят. Три раза в день. Каша с утра, вечером, в обед первое, второе. Еще первое, второе? Все хорошо, да. Первое, второе. Первое, второе. Непонятно. Мы тебя ждем домой, сыночек. В каком статусе вы находите? В каком статусе я числюсь в своей воинской части, ты знаешь? Ну, в статусе... В... 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 Когда в последний раз туда звонила? Ну, мы звонили, нам... Несколько раз мы звонили, они ничего нам не отвечали. Потом уже как кто-то из офицеров нам сказал, что командир батальона, мы еще там кто-то, какой-то начальник, они погибли. И... Ну, в общем, пока никакой информации нет. Ждите. Вот. Мы написали заявление в церкви солдатских матерей. Вот. Вот. О том, что мы требуем, чтобы наших детей вернули. И... Все. Вот пока ждем. Ну, там какой-то адвокат работает. Это... Что... Ну, что вы сделали, чтобы вернуть домой меня? Что мы сделали? Мы написали заявление. Требуем о том, чтобы нам вас вернули. Не только тебя. Вот. Шесть мальчиков, которые вот с тобой... Пять. 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 А что за адвокат, интересно? Адвокат. Как что за адвокат? Я... Ну, я прошу прощения, я журналист. А... Вас, скорее всего, разводят на деньги. Адвокат здесь не поможет ничем. Поэтому отказывайтесь от услуги адвоката. Это... Лишняя отрата денег. Нет, подожди, стой. Может быть, адвокат работает непосредственно... Нет, нет. Адвокат, он... Он... Это бесплатный адвокат. Адвокат, это... Адвокат, это... Адвокат, это... Ну... Я не была там, не знаю. Стурговать в Турган. Вам по новостям показывают, что все нормально? Я не смотрю, что у нас на новости. Я не могу их смотреть, потому что я начинаю плакать. Угу. я вынужден вмешаться можно вам вопрос задать здравствуйте меня владимир можно вопрос ваш сын в украине вы верите да понимаете он в украине в украину зашел как кто как солдат российской армии исполнявший приказ так российская армия вторглась в украину как я могу вам сказать я не разбираюсь ни в политике ни в военных действиях но тут же есть как бы объективные факты объективная реальность ваш сын находится в плену в украине он зашел в украину в статусе военного российского и вы и вы прекрасно знаете что не он один ну то есть мы можем здесь сделать какой-то логичный вывод что армия россии все-таки вторглась в украине ну ну что да конечно окей а кого можно винить в происходящем можно или нужно винить в происходящем я думаю глаз государств которые сейчас воюют скажите пожалуйста чем чем перед вами виновен глава украины а как ну как нет ну я спрашиваю что может быть вы знаете как именно он спровоцировал как раз российское правительство нашло повод для того чтобы вторгнуться в украину вы не думали ну просто факты свидетельствуют о втором как раз утверждении вы знаете владимир я хочу вам сказать так мне жалко и наших солдат и ваших и ваших людей и вообще братский народ и для меня конечно не 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 надо про братский народ пожалуйста пожалуйста только я вас очень прошу не надо фашистов называть братским народом, вы не братья, фашисты нам не братья, фашисты, которые вторглись на нашу территорию, убивают наших людей, утюжат наши города, они нам не братья вовек, поэтому давайте без этого просто, в целом, в целом, окей, я понял, я понял, логически, если подумать, то мы вторглись в Украину, так, я просто договорю два слова, я на вашего сына никакого влияния не имею, от того, что он скажет сейчас, или скажете вы, или скажу я, ничего, это ни на что не повлияет, это чисто информационная тема, то есть просто, вот просто для восприятия зрителя, и не больше, не меньше, то есть он может говорить все то, что он считает нужным, и вы тоже. Мам, сейчас наши же войска обстреливают украинские города, ты понимаешь, что меня могут убить, наши же ракеты, как любого украинца? По поводу провокации, кто что спровоцировал, вот уже не имеет значения, там нас виноват президент, мы не докажем. Провокация была не со стороны Украины, это все, если и вам показывают это по телевизору, то все сфабриковано. Поверь мне, я когда сдавался в плен, к мне было человеческое отношение, даже с пробитой головой истекая кровью, мне тут же оказали первую помощь, несмотря на то, что я пришел сюда, как оккупант, и отнеслись ко мне очень хорошо. Ладно, мамуль, надо заканчивать.